Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, вы же следите наверняка за тем, что на фронте происходит. Вот что вы ожидаете в ближайшее время? Вот как, на ваш взгляд, будут разворачиваться события? Ну, есть как бы основной сценарий. Есть вот такой недавно возникший ситуативный. Сначала об основном, но в основном сценарии мы все знаем. С удивительной откровенностью нам рассказывала об этом газета «Нью-Йорк Таймс», что практически два месяца, январь и февраль, в американском штаб-квартире американской армии в Европе и Африке, так она называется, в одном немецком городке, шли штабные учения высшего руководства военного Соединенных Штатов и Украины. На определенные моменты ключевые к ним присоединялись и председателя Объединенного комитета начальника САГОВ штабов Мак-Вилли и генерал Валерий Заужин. Они разрабатывали, пришли, это было совместное планирование. Это никакие не консультации были. Это совместное планирование той операции победы, заключительной победоносной акции. Ну, об этом, собственно, это небольшой секрет, об этом в один голос говорят все военные эксперты. До этого и не скрывал сам генерал Заужин еще во время своего знаменитого интервью с журналом «Экономис» в декабре. Основное, самое слабое место российской обороны – это юг. Но мы помним всю его фразу. Я стою в 84 километрах от Мелитополя, готов взять этот город и обрушить систему российской обороны. Действительно, взять и Мелитополь обрушает. Украина выходит к побережью, и весь Крым, и оккупированная часть Запорожья, Керсона превращается в громадный котел, и, собственно, на этом военная часть конфликта заканчивается. Но он сказал, ну, для этого мне нужно. И он очень скромный наборчик тогда предъявил. 300 танков, я наизусть это помню, 600 гаубиц, 700 боевиков. Но это все ему дано уже. И все это, мы же видели все эти шокирующие Москву фотографии бесконечных браэ-транспортеров, стоящих там, прибывших в Польшу, в Нидерландах разгружаются с американских десантных кораблей. Все это дается, и многое другое. Хотя многое не дается. Вот это самый главный вопрос, и мы сейчас его обсудим. Самое важное за последнее время было расширение возможностей «Хаймерсу» в два раза. Ведь переданы вот эти так называемые летающие бомбы, ground launch, mortar amateur bombs, которые расширяют диапазон действий «Хаймерсу» с 80 километров до 160 километров. И мы все видели вот эти карты. Покрывается вся оккупированная часть Украины, за исключением южной части, уже перешей, к северу Крыма покрывается этим. Нужны ракеты «Этанкс» прежде всего. Об этом, кстати, откровенно говорил генерал Бен Ходжер в серии своих выступлений в статьях. Он как раз выступал после окончания этих совместных учений с участием Милли и Заужиного. Кстати, эти контакты продолжаются. Сегодня привезли, что Заужиный опять ездил в тот же самый этот штаб. Он там встречался уже с британским генералом. Все это ведется уже, уточняются оперативные детали этой операции. И Бен Ходжер очень аргументированно показывает, что для ее успеха, конечно, необходимы «Этанкс», чтобы они позволили, собственно, уничтожать склады, командные пункты на Крымском простое, ну, включая Севастополь и все, что там осталось еще от Черноморского флота. Я думаю, что этот вопрос решен. Этот вопрос решен, и эти «Этанксы» будут переданы. Но вот давайте немножко остановимся. По-моему, это очень важно. Вот почему все время, на каждом этапе возникают какие-то колебания в Соединенных Штатах? Помните, тот знаменитый вопрос, который украинская журналистка задала Байдену, на его совместный конфликт. «Общу всегда вот так, вот начиная с этих, с джувелинов. Вот ни в коем случае это спровоцирует Путин, он сделает страшные вещи, потом все-таки даете, потом нельзя Гаубец, нельзя Хаймерс, нельзя Патриотс, нельзя Эммерс. Потом мы все время получаем, когда же мы, в конце концов, получим Этекс». Вот политические решения Западом приняты. Мы все видели, вот это какой-то был фестиваль такой поддержки, февральские события важных политических в поддержку Украины. Это и визит Зеленского по европейским столицам, это и двухдневная Мюнхенская конференция, это и визиты Байдена в Киев. В Варшаве везде на политическом уровне. Запад твердо заявил. Мы за победу Украины. И Рамстайн. Да, что такое победа? Победа – это полная докупация Украины. Но всегда после этого добавляется еще одна вот такая фраза, еще странная. Но в то же время мы хотели бы избежать эскавации конфликта и не допустить прямого военного взаимодействия НАТО и Российской Федерации. Вот это при самых лучших в нашу пользу политических заявлений добавляется вот этот всегда хвостик. Что он означает? Давайте разберемся. Ну, во-первых, что такое не допустить эскавации? По-моему, это просто звучит оскорбительно на фоне того, что выделывает Путин. И он уже довел эскавацию до самого высокого уровня возможного. Это геноцид украинского народа. Вченашняя атака была. Иллюстрация продолжает. И американцы это прекрасно понимают. Если их же никто не тянул за язык. Не вице-президент Шум Соединенных Штатов. В Мюнхене не президента Варшаве. И они официально от лица Соединенных Штатов обвинили российское руководство в систематическом совершении преступлений против человечности. И уже работают, организовываются трибуны. Какой же к черту эскавации? Но вот секрет раскрывает вторая фраза. Мы ни в коем случае не хотим допустить, избежать прямого столкновения НАТО и Российской Федерации. Ну, может быть, они боятся ядерного шантажа. Нет, с ядерным шантажем все закончено. Мы не раз с вами это обсуждали. В начале октября еще Путин. И это надо отдать должным американцам. Они здесь очень жестко поставили вопрос. Путин занимался ядерным шантажем 15 лет. И добивался громадных политических успехов на этом пути. Из-за этого шантажа и не приняли в свое время даже на ПДЧ Грузию и Украину. Там не было реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но в начале октября Путину объяснили, в конце концов, какие последствия будут для российской армии в случае использования ядерного оружия. Она просто будет уничтожена огневым воздействием с травм НАТО, а Путина лично убьют. И вот этот тезис он принял. После этого вся пропаганда велась. Да мы и не собирались. Мы понимаем, что ядерная варя... Да нам ядерная варя не нужна. Мы вот Украину долбим в каменный век конвенциональными атаками по городам, чем они сейчас живут. То есть это уже прошли. Они опасаются другого. И вас это удивит, мой ответ. Они опасаются атаки военной, атаки российской на территорию НАТО. Казалось бы, чего они боятся. Беремпрочем, к этой атаке все время, каждый день все эти турбопатриоты на всех российских... Призывают. Сколько можно терпеть? Вот смотри, вот когда они видят фотографии этих танковой армады, немедленно расстрелять их кинжалами, калибрами и так далее. Нет, они все время то по Польше хотят, то по Великобританию. По Польше, по-моему. Франции, по Вашингтону. Ну, у кого, ну, есть там такой седенький, аккуратный такой старичок, чистенький. Он каждый день приходит и говорит, бить надо при Элстонскому парку национальному в Соединенных Штатах. Там проходит разлом, континентальный разлом американского континента, и весь американский континент превратится немедленно в озеро товарища Сталина. Но это... Но никто не бьет. Вот, вы знаете, об этом не было никаких там секретных переговоров, иногда какие-то слухи там о переговорах Бернса и Нарышкина. Но есть молчаливое согласие. Обе стороны, вот парадоксально, что обе стороны, и Москва, и Запад, не заинтересованы в ударах Москвы по территории НАТО. Почему Москва не заинтересована, это понятно. Потому что... Ну, после этого война закончится за несколько дней. Ведь вы же помните, как нас раздражали весь прошлый год до войны, вот эти оба, и Стоутенберг, и Байден, каждое утро они выходили, гордо отставив ножку, выжали. Сначала они рассказывали, что не будем делать. Нога нашего солдата не будет в Украине. No fly zone не будет. Но зато мы будем защищать, любые файлы, каждый инч, any inch of article 5, в чатере, каждый инч, священный, защищенный статьей 5-й режима. То есть, и вы помните, какой ужас поднялся в Брюсселе и Вашингтоне, когда две какие-то неизвестные ракеты залетели на территорию Польши, и там был убит, даже, по-моему, один или два польских жителей. Они сразу стали, начали орать, нет-нет, это украинское. Почему они этого боятся? А за что им боятся? Они за... После этого включается тот же механизм, который они обещали и в случае ядерной атаки в Украине, статья 5-я. Просто в течение нескольких дней испепеляется вся российская группировка. Если, вы же понимаете, и русские это прекрасно понимают, если еще летом сколько бы получили там, по-моему, 12 хаммерсов, они изменили стратегически всю ситуацию на фронте. А если удали там сотни там агавков, десятки и в 16-е, то русские боятся, потому что они понимают, что при этом они будут уничтожены. Война закончена. А чего же боятся американцы? А я вам отвечу. А потому что в этой войне в течение нескольких дней, которые они русских уничтожат, наверное, погибнут несколько сотен американских или натовских военнослужащих. Да еще Путин, наверное, захреначивает по какому-нибудь городу там, ну, атомномороживом не посмелить. Умирать он не хочет. То есть погибнут в этой короткой войне с участием НАТО, которая быстро все закончена, погибнут несколько сотен военнослужащих и несколько тысяч мирных. Для них это неприемлемый ущерб. вот помните вот эта фраза, вот эта знаменитая фраза Столтенбурга, которую я с удовольствием цитировал как признак понимания всей ситуации, она имеет и позитивный для нас смысл, и негативный. Вот когда он сказал, что украинцы, мы, да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью, и если они не устоят, нам придется платить кровью. Это очень, нам очень понравилось то, что они понимают, что мы защищаем их, но в этой же фразе звучало и другое смысл. Ребята, вот на нас напал Гитлер с ядерной бомбой, он нам приказал собрать имя Наткова, нашлись 300 спартанцев, которые сейчас, или 40 миллионов украинцев, которые нас защищают и платят своей кровью, нам повезло, только давайте воспользоваться тем, что нам не придется проливать кровь и давайте будем давать. Это хорошо, что они делают выручную, но в то же время это вот сознание Запада, они не готовы проливать кровь, даже в таких, вот понимаете, они не готовы идти на риск того, и каждый раз, перед чем, как дать новое оружие, они ударят ли Путин по нам, они ударят ли, ударят и слава Богу, казалось бы, все, прекратятся вот эти страдания украинского народа, он перестанет терять десятки тысяч людей, всю эту банду вы уничтожите за несколько дней. Да, но мы потеряем несколько сот военнослужащих, и мы потеряем несколько тысяч. Вот таков Запад сегодня, к сожалению, вот этот аргумент срабатывает. срабатывает. Продолжение следует...